друзья всем привет вы на канале аши сегодня разберем фантазийную резинку на спицах я назвала ее задвоенной потому что там как будто бы петля находится в петле рапорт составит две петли и два ряда по высоте и обязательно будет надо провязать 4 установочных ряда также я вас приглашу на свой телеграм-канал ссылка на него будет закреплена в комментариях данного видео обязательно присоединяйтесь к моему каналу а сейчас мы перейдем к мастер-класс все внимание на экран и так 4 ряда провязываем установочные кромочная лицевая вторая петля переснимается вместе с накидом и еще раз лицевая переснимаем вместе с накидом это первый ряд установочные второй ряд как при вязании английской резинки кромочная лицевая 2 петли провязываем вместе предыдущего ряда петля и накид и изнаночная лицевая и изнаночная и четные ряды у нас фактически в дальнейшем будут повторяться также как и нечетные но после четвертого ряда теперь третий ряд немного сложнее кромочная далее петля предыдущего ряда вот эту стенку отделяю аккуратно провязываю ее лицевой ну получается что за заднюю стенку и рабочую петлю перекидываю вот следующим образом вторая петля переснимается вместе с накидом повторю выделяю вот эту стенку предыдущей петли она правая видимая провязываю ее лицевой и переснимаю рабочую петлю вторая петля раппорта переснимается вместе с накидом это третий установочный ряд четвертый ряд лицевая изнаночная но теперь мы будем провязывать все петли двойные то есть предыдущие петли у нас как будто задвоенная лицевая и изнаночная лицевая изнаночная четвертый ряд уже стабильно будет повторяться у нас в четных моментах пятый и шестой ряды мы в дальнейшем будем повторять в раппорте пятый ряд кромочная нижняя петля у нас получается задвоенная выделяю ну так же нижнюю и провязываю ее лицевой за заднюю стенку и рабочую петлю вот так вот накидываю вторая петля переснимается вместе с накидом похоже на третий ряд но у нас не было вот такой вот задвоенной петли в третьем ряде выделяю провязываю и переснимаем рабочую и далее петля с накидом еще раз выделяю нижнюю задвоенную петлю провязываю ее лицевой переснимаю рабочую петлю и следующая петля переснимается вместе с накидом и заключительный шестой ряд здесь уже все понятно кромочная лицевая изнаночная но при этом мы провязываем двойные петли предыдущего ряда они одинарные друзья на этом я завершаю мастер-класс надеюсь вот эта классная идея вам придется по вкусу не забудьте сохранить видео ставьте лайки отличного настроения скоро увидимся всем пока